Меня зовут Марина Максимова. Я врач-эндокринолог, специалист по коррекции веса и фигуры. Это программа «Первый шаг». Программа о здоровом образе жизни, о здоровье и вегетарианстве. Сегодня мы поговорим о витамине Д. Это очень хороший витамин, который необходим каждому человеку с самого момента рождения и в глубоком пожилом возрасте для того, чтобы сохранить целостность опорно-двигательного аппарата и подвижность, и активный образ жизни. За что же отвечает витамин Д? Во-первых, витамин Д обеспечивает нам усвоение кальция и фосфора. Это два микроэлемента, из которых состоит наш костный каркас. Также кальция и фосфор, конечно же, входят и в остальные ткани. Поэтому получается, что все, из чего мы состоим, все зависит от витамина Д. Витамин Д одновременно является и гормоном. Регулируя обмен фосфора и кальция в организме, витамин Д способствует всасыванию этих элементов из тонкой кишки и отложению их в костях. Витамин Д называют солнечным витамином, так как именно под воздействием ультрафиолетовых лучей он вырабатывается у человека в коже. Также витамин Д поступает к нам в организм через пищу. За что отвечает витамин Д, кроме костной системы? Также он отвечает за работы половой системы. От него зависит наш иммунный ответ. Он помогает организму не запустить различные заболевания, такие как аутоиммунные, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания. Поэтому его нужно употреблять в пищу постоянно в течение всей жизни. Наш организм витамин Д поступает с различными продуктами. Как я уже сказала, что большая часть витамина Д содержится в продуктах животного происхождения. Но также его достаточно и в соевых продуктах, апельсинах, грибах. Поэтому недостаток витамина Д можно восполнять, употребляя в пищу такие продукты, что очень важно является для людей-вегетарианцев. Витамин Д в растениях встречается редко. Исключением являются авокадо и грибы, соевые продукты. Фрукты в большинстве своем не содержат этот витамин, за исключением апельсинов. Апельсиновый сок богат витамином Д и кальцием. Основным же источником витамина Д являются продукты животного происхождения. Первый симптом, при котором можно заподозрить дефицит витамина Д, это судороги, особенно ночные судороги или непроизвольные судороги, которые появляются и проходят. При дефиците витамина Д судороги кратковременные, неожиданные и также быстро проходят. Это говорит о том, что нарушается усвоение кальция, поэтому есть смысл обратиться к врачу или сдать анализы на наличие витамина Д в организме и кальций. Симптомами дефицита витамина Д может быть на первых этапах – это нервная возбудимость, некоторая потливость, естественно, и некоторая утомляемость, о более запущенных стадиях разрушения зубов и частые переломы. Для того, чтобы восполнить дефицит витамина Д и обеспечить синтез витамина Д в коже, достаточно пребывать на солнце в утренние и вечерние часы по 15-20 минут. Как я уже сказала, что витамин Д образуется в коже, но это не значит, что длительное пребывание на солнце усилит выработку витамина Д и повысит количество кальция в нашем организме, совсем наоборот. Это даже очень вредно, поэтому очень часто дефициты кальция возникают в том случае, когда человек долгое время пребывает на солнце. Это связано с тем, что витамин Д и кальций, они должны быть пропорциональны. То есть если вы находитесь на солнце, вы должны употреблять продукты питания, которые содержат кальций. Тогда соотношение витамина Д и кальция будет равномерным, и ваш организм не пострадает. Продукты с высоким содержанием кальция – это не молоко и творог, как принято считать, а кунжутные зерна, твердый сыр, брынза, курага. Для того, чтобы улучшить всасывание кальция из кишечника, нужно обеспечить достаточное содержание белка в организме. Поэтому кальций лучше усваивается, например, из молочных продуктов. Он хорошо усваивается из соевых и бобовых продуктов. Также можно при дефиците витамина Д использовать различные витамины и биологически активные добавки. Но если назначают витамин Д, обязательно нужно назначать и кальций для того, чтобы соблюдать пропорциональные отношения. Это была программа «Первый шаг». С вами была врач-эндокринолог Марина Максимова. Будьте здоровы! Наше здоровье в наших руках! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!